Первая демонстрация говорит, количество движений, оно противопоставлено времени. Пишем, количество движений, которое противопоставлено времени. Это первая демонстрация. С чего начинается Дестреза? Это первая демонстрация от Дестреза. Это первая демонстрация Дестреза. То есть. Выглядит это так. Возьми пилом. В чем лечат? Мы всегда стоим на определенном расстоянии друг от друга. Если Леша вытянет руку и ударит меня, я не могу реагировать ногами на этот удар по причине того, что это движение короче, чем моя реакция ногами. То есть. Как бы я не пытался уйти с ними атаки, Леша это сделает. То есть. Если я попытаюсь противопоставить движеразгибанию руки и ноги, я всегда потерплю поражение, потому что это движение будет быстрее. То есть. Когда мы будем стоять в фестовальной позиции, если Леша будет просто разгибать руку, я не смогу перед ногами с ними атаки. Потому что это движение быстрее. Но. Предположим, Леша стоит чуть дальше. И для того, чтобы ударить, ему нужно сделать шаг. Смотрите. Он начинает делать шаг. А я начинаю вместе с ним делать шаг. То есть. Мы одновременно делаем шаг. И теперь Леша не может мне противопоставить ничего, потому что теперь мое движение быстрее, чем Леша. Мы сделали одинаковое действие. То есть. Мы произвели шаг. То есть. В зависимости от того, в каком расстоянии мы до противников или до противника стоим, в конкретном случае, мы должны понимать, какое движение быстрее. Если я стою в фестовальной позиции, предположим, какой-то позиции. Вот так вот. И Леша нужно сделать шаг. И я делаю шаг сюда. По диагонали. То мое движение отсюда быстрее. А он этим движением до меня что? Не достает. Вы видите? Вы видите? То есть. Я до него достаю. Но ему еще повернуться надо ко мне. Чтобы слышать движение. Это еще одно движение. А раз ему нужно делать три движения, а мне два движения, то я всегда выйду. То есть. Если я стою здесь. В упор. Леша разгибает руку. Я не успеваю действовать так. Поэтому ему нужно реагировать клинком. То есть. Он меня бьет. Я ухожу сюда. И вот теперь у меня одно движение, а у Леши два. Теперь ему надо вытащить руку сюда. Он меня не убрать. Второго движения он сделать не сможет. Вот что такое научное титование. Берите внимание. Я знаю. Принцип этой демонстрации. И я на базе этой демонстрации могу придумать кучу техник. Леша разгибает руку и хочет меня ударить в грудь. А я стою параллельно, ношу меня в руках. Видите? Он разгибает, я принимаю сюда. Видите? Я сделал шаг в ногу. Теперь Леше нужно делать два движения, а мне одно. Взводи. В обратную сторону. То же самое. Видите? То есть эта демонстрация нам учит. Чем больше движений в системе, тем медленнее происходит реализация. Чем быстрее движение в системе, тем быстрее происходит реализация. Змени. Предположим. Отличная идея. А теперь Алексей Ивановичу допустим нужно сделать два шага до меня. И теперь удар. Видите? Два шага. Он далеко стоит. А я здесь. То есть у меня нет никакой фиктовальной позиции, я опустил дошу руки. У меня руки очень неправильные страницы. Алексей начинает движение, чтобы меня закрывать. Я начинаю движение сюда, а он спокойно изменяет траекторию и бьет меня. Почему? Движущийся объект не может изменить траекторию. А так как движение не одно, а два, он делал, то на втором движении он чуть затормозил и просто поменял точку приложения усилий. И я этого сделать не могу. То есть еще раз смотрим. Леша делает два движения. Я ухожу в сторону. Алеша спокойно меня поражает. А я до него видите что? Мне достынь. Видите? Я пытался уйти в угол и атаковать, но он просто сделал одно, потом второе движение, а я делал одно движение. Вроде оно быстрее, но движущийся объект не может изменить траекторию. Как мне следовало действовать в этой ситуации? Леша делает первый шаг. Я повторяю за лицей. Леша делает второй шаг. Я спокойно поражаю движение. И вот теперь мы попадаем в ситуацию, когда ему надо вынимать руку. Он вынимает в этот момент ревую путь. Вот это называется ритм. Вот это называется ритм. То есть, если бы я делал одно движение, а оно вроде быстрее, чем два. Но на Руси, говоря, поспешишь, людей насмешишь. Понимаете? В Испании есть похожая сто процентов проговорка. Да. Поэтому, когда Леша начал движение, я начал движение в сторону. И остановился. Я знаю, что ему нужно еще один шаг. И теперь вот маленький, видите? И удар. Ага. 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 Даже я на два такта быстрее. То есть, я ударил навстречу, я мог и не бить. Ему все равно надо вынимать руку. И когда он бы ее вынимал, я бы все равно ее убил. Понимаете? Я ударил быстрее на два такта. Окей? Вот суть первой демонстрации. Держусь на этом, потому что видео сейчас еще объясняет. Это демонстрация номер один. Я, честно говоря, не видел такого объяснения ни у одному мастера испанского аффектования. То, что я толпичу с утра до вечера в спортзале. Вот это демонстрация номер один. И на базе этой демонстрации превращаются в устойчивую практику. То есть, для чего наука вообще нужна? Для чего вообще мы занимаемся наукой? Что бы появились вот такие демонстрации? А эти демонстрации превратились в устойчивую практику. То есть, это и есть умное аффектование? Таким образом, это то, что мы называем «смартфенсинг». Да, это то, что мы называем «смартфенсинг». Вы знаете, да? Что Мы называем «смартфенсин». Это то, что мы называем имеем чудес – стоя.